Сегодня мы находимся в ковре, где сегодня проходит выставка картин Кристиана Апостола. Давайте посмотрим, что как это было и пообщаемся с Кристианом. Привет! Привет! Ставься, пожалуйста, скажи, сколько тебе лет, как тебя зовут? Меня зовут Кристиан Апостол. Это мое настоящее имя и фамилия. Заранее говорю, потому что часто говорят, что это псевдоним. Вот, мне 25. Художник. Расскажи, с чего все началось и что положило начало для творчества Кристианом? Ну, не знаю. Ну, свое видение мира с самого детства. Много вещей были для меня тайной. Стал больше изучать окружение, смотреть, общаться с людьми. Вот, и в голове начали появляться какие-то образы необычные. Ну, как концепт каких-то моментов в жизни. Вот, хотелось бы, вот, то, что я хотел, это поделиться с другими своим видением. Думаю, как это сделать? Объяснить не поймут. А вот, если изобразить, в любом случае в голове у нас в разуме есть картинка какая-то. Вот, я попробовал именно совершенствовать навык рисования, ну, что-то писать картины и донести эти образы. А что тебя вообще вдохновляет на создание таких картин? И, ну, расскажи вообще о стиле. Ну, это стативный символизм. Данный стиль я разработал в Португалии. Какие-то, что это за символизм? Да, это стиль, это направление в авангарде. То есть, это символами, то есть, попытка передать реальность, ну, символами, чтобы это было как текст, но при этом, чтобы имело какую-то эстетическую еще функцию. Вот. И что тебя вдохновляет? Жизнь, общение с людьми, необычные вещи, случаи, необычные люди. А в каком настроении рисуете такие картины лучше всего вообще? В разном настроении. Вот, я обычно вот просыпаюсь в 6 утра и начинаю в 6 утра рисовать. И с 6 до 8, потом вечером с 10 или с 9 до 11, до полдвенадцатого. Это мое время на то, чтобы рисовать. Конечно, утром просыпаюсь, у меня настроение не очень, но просто у меня уже с вечера какая-то идея уже отложена в голове, и я утром пытаюсь ее отыскать и бросить на холст. Что для тебя творчество? Общение. Искусство, творчество – это качество общения. То есть, есть идея, хочется этим поделиться, и то, как ты это… Ну, то есть, творчество – это то, как ты можешь лучше донести какую-то идею. Для меня это общение. Вот не знающий человек, глядя на картину, подумает, этот художник что-то употребляет, явно он чего-то употребляет. Очень актуальный вопрос, на самом деле, да. Ну, очень часто говорят, и когда выкладываю фотографии работы в каких-то социальных сетях, часто приходят комментарии, появляются, что вот нижнекамский климат повлиял на тебя, или там поел какие-то грибы, которые выросли около химии. Нет, на самом деле, я не употребляю ни алкоголь, ни курю. Вот, и я думаю, что именно поэтому можно заниматься творчеством. Я думаю, что алкоголь, наркотики, наоборот, мешают. А есть вообще какая-то цель донести что-то до людей своими картинами? Есть ли, есть ли какая-то? Ну, своими выставками я хочу поговорить, что нет ничего невозможного, все, можно. Вот, и хочется как можно чаще делать выставки. А то, что люди видят в картинах, это то, что они видят, это их реальность. Они все равно находят свое прошлое там, или то, что они увидели. Не обязательно плохое, может, и хорошее прошлое. Бывало ли, что хотелось просто все бросить, отпустить руки, ничего не делать, и как ты переборол это? Это всегда происходит у всех. Это независимо, какие условия жизни, какие там связи, как бы и хорошо ни было, это всегда происходит. Но это происходит потому, что, по моим наблюдениям, в окружении творческих людей всегда находятся люди, которые под видом друга пытаются разрушить то, что ты создаешь. И это часто незаметно, потому что действительно под видом друга делают это. Советы какие-то дают, которые ты следуешь, а потом оказывается что-то ошибка, и ответственность твоя в любом случае. То есть нужно научиться выбирать окружение. Увидим ли мы когда-нибудь ковер на одной из твоих картинок? Ковер? Центр ковер? Да. Вполне возможно. Ну, такая картина какая-то Нижнекамская, и вот какие-то вот стайминги? Это очень хорошая идея. Я не думал об этом до сих пор. Ну вот я тебе подкинул идею. Да, хорошо, спасибо. Я посмотрю, как это сделать. А нашей молодежи, если там что-то может снижать? Очень много талантливых. А? Очень много талантливых людей среди молодежи, и не только. Вот. Есть возможности, много возможностей развиваться, проявлять себя. Такие места, как ковер. Вот. Замечательное место. Вот. Но на самом деле не нужно ждать каких-то условий, или чего-то извне, чтобы самому что-то делать, а нужно самому начать и как-то организовать эти связи. То есть очень много людей с большими способностями. Надо просто посмотреть, как их, куда направить. Ну и все. Спасибо. Спасибо. У тебя есть вопросы? Ты все задал такие вопросы умные. Я бы так не спомулировала. Классно. Спасибо. Check it out.